всем привет с вами неугомонная монро и пытка кошачьими продолжается но я же говорила что все мои видео пока вы не разберете всех котят будут исключительно о кошках и котах может клыки растить о всем привет с вами неугомонная монро чин-чин ваше здоровье я все еще нахожусь в киеве это столица украины всижу своей квартире попиваю холодненькая белая с людиком включила кондиционер мама кошка может вещать только окошко я мои у меня для вас две хорошие новости из четырех котят которых я подобрала недавно под своим окном в полиэтиленовом пакете выходила выкормила вылечила холю лелею на своем балконе хотя они уже оккупировали всю квартиру это какой-то мульон руш получился всем привет мы уже здоровые практически без блох весьма активны кушаем за обе щеки единственное что еще не умываемся куча мала куча мала куча мала им какие-то гладиаторские бои происходят у нас тут и обижаю в девочку такая девочка что сама щас как даст мало не покажется быстро станешь крысой да 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 двоих котят уже забирают мальчика бенни ты где вот я очень надеюсь что его заберут в компании с берни но убеждаю будущего хозяина что вдвоем им будет веселее также забирают маленькую девочку вот эту вот нет не вот это да вот эту нет подождите я их путаю потому что они обе трехмассные вот эту маленькую анетту забирают видите у нее на носике два пятнышка с одной со второй стороны так что если вам понравился вот этот вот очаровательный мальчуган обладающий отменным аппетитом приученный к лотку к лотку кошачьему туалету да кошачий туалет называется лоток возьмите меня пожалуйста друзья мы это мальчик вот видите мальчик а если вас смущают мальчики и вы всю жизнь мечтали о счастье которое будет скрашивать ваши одинокие вечера берите девочку вот видите девочка друзья мои в общем группа абба желает вам всего самого наилучшего думайте гадайте решайте а мы идем укладываться спать потому что время полуденного сна так идемте начнем все всех спать уложила убаюкала спела колыбельную поцеловала в лобик и у меня есть два часа чтобы записать информационное видео я надеюсь вы сразу обратили внимание на мой макияж я вдохновлена фильмом суицид фильм суицид я вдохновлена фильмом компании DC если я не ошибаюсь да Marvel и DC это конкурирующие компании которые снимают фильмы по комиксам или они же создают комиксы а потом снимают фильмы я еще детально не разобралась в этой кутерьме но фильм загин самогубцев отряд самоубийц произвел впечатление я смотрела его на языке оригинала ну что вам сказать ни бум бум нет я понимала конечно десять процентов из диалогов если их произносили пувильно медленно поэтому я больше рассматривала картинку героев и вдохновленная образом Джареда Лето а также Марго Робби Робби или Роббин ну в общем этой девицей такой дзерской в шортиках в маечке с двумя хвостиками и сегодня сотворила эту красоту я в последнее время смотрю большое количество видео на каналах бьюти блогеров действительно бьюти блогеров которые наглядно демонстрируют техники нанесения того или иного макияжа я обязательно оставлю ссылочки на топ 3 бьюти блогеров которых я смотрю и видео которых я жду с нетерпением вот здесь вот внизу под видео ну короче вы сами знаете где искать ссылки друзья мои но в этом видео я хотела бы поговорить о кошках о котах о котятах возможно после просмотра этого видео вы захотите взять котенка или же наоборот оставите эту затею готовы ли вы морально материально кстати не сравнивайте кошек и собак это совершенно разные планеты как земля и луна ну наверное кошки это луна собаки это больше земля если вы собираетесь завести котенка или же взрослую кошку взять в приюте взять у кого-то из знакомых или же в питомнике бесплатно или же за деньги вы имеете полное право вы никому ничего не должны объяснять ваше желание это ваше желание но все-таки я бы советовала брать котов в приюте там есть как котята как и большие кошки и настаиваю на том что большая кошка это преимущество над котенком во-первых взрослая кошка 70 процентов своей жизни проводит во сне вы ушли на работу оставили кошечку она и дрыхнет целый день вечером пришли поигрались покормили она дальше продолжает дрыхнуть или же бредить по закоулкам вашего жилища кошки это животные привычки они выбирают одно-два места в доме и там базируются там находятся постоянно в основном это высокие поверхности подоконники холодильники телевизоры а также поверхности которые нагреваются вы обратили внимание что многие кошки спят под батареями во время отопительного сезона или же на подоконниках куда падает солнце или же на телевизоре или другой бытовой технике которая нагревается средняя температура тела у кошки больше чем у человека поэтому кошки любят тепло следующее преимущество здоровой стерилизованной кошки или стерилизованного кота над котенком то что вы можете спокойно спать ночью кошка сама себе колбасится играется и занимается своими делами да кошки это ночные животные целый день они дрыхнут а ночью вечером у них начинается движ париж какие мы дерзкие но как я уже говорила это всего лишь 30 процентов их жизни а вообще друзья мои если вы собираетесь завести котенка или же большую кошку вы должны понимать что это ответственность кошка это живое существо и как говорил герой романа сент экзюпери маленький принц мы в ответе за тех кого приручили кошка это на долго да 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 средняя продолжительность жизни кошки 16 лет в 16 лет ребенок заканчивает 10 класс и кошка будет находиться с вами все это время следующее кошку нужно кормить кошки в отличие от собак питаются дробно то есть в кормушке в мисочке всегда должна быть еда чем вы кошку кормите выбирать вам сухой корм или же кошачьи консервы на мой взгляд это более удобно или же человеческая еда но вы должны понимать что эти продукты не смешиваются кошачий профессиональный корм пожалуйста не покупайте дешевый я вас умоляю потому что там сплошная соя пальмовое масло и кукуруза мяса там практически нет если вы уже собираетесь завести кошку выделите своего бюджета определенную сумму на качественное питание вашего питомца не экономьте так вы мучаете кошку и больше денег потратите на ее лечение выбирая домашнюю еду вы должны понимать что кошка может крутить носом например вы начнете кормить ее вареным мясом или же вареной рыбой ни в коем случае не давайте ей ничего сырого а также не давайте кошки молока потому что у многих кошек не переваривается лактоза кстати один из самых распространенных мифов то что кошки любят молоко это все чушь да и вообще людям молоко вредно в чистом виде так вот кошку нужно кормить и за кошкой нужно убирать вы же понимаете что кошка живая поэтому у нее соответственно будут вылазить вытекать ну как по другому короче кошка и срет и сыт это нужно убирать друзья мои но в сравнении с собакой есть преимущество с кошку не нужно выгуливать если вам тяжело после работы выходить вечером кошка идеальный вариант в принципе убирать за кошкой не так сложно лоток наполнитель тем более фирмы производители наполнителей предлагают сейчас великолепные варианты которые убирают запах которые впитывают продукты жизнедеятельности ну единственное что дерьмо вам придется убирать лопаточкой специальной но поверьте взрослая кошка срет один раз в день как и вы следующее на что я хотела бы обратить ваше внимание с кошкой нужно играться о чем я вам говорила берите сразу двух маленьких котят поверьте ваше отсутствие им будет не скучно ну мало ли вы утром уехали вернулись поздно ночью и все это время кошка с ума сходит сама да она спит но все таки она тоже хочет внимания играть поэтому возвращаясь домой вам придется уделять внимание своему питомцу играть с ней гладить чухать тискать но делать это очень аккуратно потому что кошки очень свободолюбивые если ей что-то не понравится она может и цапнуть заводя котенка или взрослого кота вы должны понимать что это в первую очередь объект абсолютной любви что кошка свободна в своих желаниях что она никогда не пойдет на поводу у человека что она практически не поддается дрессировке и вы не заставите ее сделать то что она не хочет если вы предполагаете что котенок который приползал к вам лежал у вас на груди на плече вырастет и будет продолжать плюхаться вам на грудь когда вы приходите вы глубоко заблуждаетесь котята вырастают и проявляют свой характер порой некоторых даже сложно взять в руки но они просто не даются они сами приходят когда они захотят они сами ластятся поэтому задумайтесь возможно вам нужна собака кошки это животные компаньоны а собаки это друзья еще один очень важный аспект у кошки есть копти которые она будет точить каждый день по нескольку раз в зоомагазинах придаются специальные точилки но вы знаете на своем личном опыте скажу я пыталась своих кошек когда они были котятами приучить к точилке но это бесполезно они выбирали диваны и пуфики как вариант если конечно вам позволяют средства можете купить мебель с покрытием анти коготь вот это вот кресло а также диван в другой комнате именно с таким покрытием мои кошки пытаются об это покрытие точить когти но у них ничего не получается так вот друзья мои если вы труситесь над своим ремонтом если вы труситесь над своими шторами над мебелью над одеждой над всем материальным что по сути является пеплом ну да когда произойдет ядерный взрыв все превратится в пепел останутся кошки муравьи и канал монро так что подумайте сто раз что вам дороже настроение вашего питомца или же ваши шторы не ну честное слово как вообще можно об этом думать а да еще один очень важный момент котята вырастают созревают и им как и вам хочется любви большой и чистой и желательно с продолжением потомства многие считают что кастрация и стерилизация домашних животных это издевательство над ними уж поверьте мне многие кошки кричат так что хочется выкинуть их с балкона при этом женихов они предпочитают зазывать именно ночью когда у вас самый крепкий сон а коты еще и метят вот представьте вы купили себе новые сапоги прибежали домой с работы ссать хотите умираете сбросили сапоги забежали в туалет а ваш кот бац и пометил расскажу вам сейчас одну историю на заре своей карьеры у меня была подружка я тогда еще шифровалась от родителей и свои костюмы концертные оставляла у нее дома она жила буквально вот в двух домах от меня где-то на свои вторые или третьи приличные гонорары я на петровке на рынке купила себе сапоги замшевые на устойчивом высоченном каблуке такие тупоносые сапоги стоили 100 долларов совершенно бешеная цена вот представьте 2000 год и цена сапог 100 долларов ну да тогда был курс пятерочка дабл чизбургер меню в макдональдсе стоило 8 гривен это полтора доллара ну в принципе макдональдс всегда был притянут к доллару подождите бренди кола стоила гривну 60 знаете вот такие вот коктейли оболунивские я вот не знаю выпускают они сейчас или нет надо кстати глянуть но мы называли эти коктейли гудбая печень так вот у подружки были два белых кота и помню как сейчас прискакала перед работой все собрала в пакет прихожу в клуб в котором я выступала и понимаю что из пакета пахнет характерным запахом кошачьих выделений вот этой вот секреции мускуса феромонами кошачьими Я бегом в душевую, схватила мыло, давая замыливать всё. Кое-как, в общем, присушила феном сапожки. И самое интересное, кот наслал только на один сапог. Ну, в общем, у меня выбора не было, потому что нужно было выходить на сцену. Я напялила эти сапоги. Очень обильно взбрызнулась парфюмами Gucci Rush. Помните такой красный прямоугольник в нулевых? Было два парфюма, Gucci Rush и Ultraviolet от Paco Rabanne. Кстати, это были мои самые первые люксовые парфюмы. Я их тоже купила на Петровке за 50 долларов. Так вот, возвращаюсь я в гримерную. Характерный кошачий запах смешался с нотами Gucci Rush. И как-то я перестала вообще чувствовать все запахи. Друзья мои, на самом деле б сделать так, что когда я заходила в гримерную, наши пиджейки просто выбегали. А я ещё сидела и думала, чего это они все выбегают? В общем, в итоге я отстирывала несколько раз эти сапоги. Замш стёрся. Я их выкинула. Так что будьте готовы. Кошки будут орать, коты будут метить. Поэтому кастрация, стерилизация. Но только у проверенных врачей. Друзья мои, ну а теперь самое главное. Когда вы взвесите все за и против. И всё-таки решитесь взять котёнка. Или же взрослую кошку. Из приюта. Или же купить. Взамен вы получаете объект абсолютной любви. Мурлыканье. Антидепрессант. Грелку. Домашнего доктора. Ну и конечно же очистку кармы. Ведь спасая кошку, вы в первую очередь спасаете себя. Увидимся на моём канале, где мы поднимаем самые нетривиальные тела. Большое спасибо, что досмотрели до конца. Я ещё раз напоминаю. Мальчик, чёрно-белый и девочка трёхмастная ждут своих хозяев. Пишите, звоните. Я, неугомонная Монро, всегда на связи. И готова открыть для вас удивительный мир кошачьих. Целую плечи. До скорой встречи. Тише мыши, кот на крыше. Ну а кошка ещё, выше кошки видно, с высока, как людей чечёт река. Ей на крыше видно всё, у неё своё кино. Бал весны, кошачий хор, и она как дирижёр. Кошке очень-очень хочется, ей не нужно. Одиночество не грустит, она не мается. Жизнь непросто, удивляется. Нет печали, нет забот, а как раз наоборот. Ведь у кошек свои дорожки, и по ним гордо шагают кошки.